Здравствуйте! В сегодняшнем уроке будем чертить третью деталь. И вы находитесь на канале 1 Танюша. Приходите. Подписывайтесь. Начинаем с того, что делаем New. Сегодняшний урок будет отличаться тем, что готовой детали не будет, а будем чертить вместе. Выбираем Part и создаем деталь. То есть, когда мы открыли Part, у нас здесь вверху показывает, что это Part Design. Первое, что мы сделаем – Insert Geometrical Set. Set Geometric на французском. Здесь напишем Geometrical Set. Вот он создался, Geometrical Set. Мы будем сегодня манипулировать планами. То есть, создадим план параллельно вот этому плану, пусть будет на расстоянии 15 мм. Теперь на этом плане создадим наш скетч, который будет очень-очень классической. То есть, чертить будем то, что называется вилка, или такой подъемный крюк. Как видите, не находится в центре. Значит, что нам нужно сделать? Можно вот эти закрыть. Hide. Просто сделать невидимым. Мы не стираем никогда план, а делаем невидимым. И также этот план сделаем тоже невидимым. Селекционируем нашу точечку. И селекционируем тоже точку в центре. И делаем коинсидант, чтобы находилась точно по центру. Пусть это будет 25 мм. Это будет 20 мм. И эта линия вертикальная. Вот наша скетч стала зеленого цвета. Соответственно, она полностью constrain. Выходим и создаем. И создаем. Почему она звякнула? Потому что, не знаю почему, 5 мм. Так, 5. Находится здесь экстружен. Теперь все-таки планы раскрываем. То есть делаем их visible. И делаем mirror от этого элемента. Селекционируем экстружен. Делаем симметрию. Это не mirror, это симметрия. Теперь селекционируем вот этот план. Создаем на нем скетч. И рисуем здесь основочку такую. Пририсовываем по центру. Опять-таки, предпочитаю так, чтобы не думать, что вот здесь оно коснулось или оно не коснулось. А просто выбираем эту линию. С помощью контра селекционируем эту линию. Делаем constrain и коинсидант. То же самое и здесь. Эта линия с этой линией, как вы видите, она никогда не касалась даже. Коинсидант. И здесь. Эта линия с этой линией. Коинсидант. Ну, теперь толщину 5 мм. Возвращаемся. Меряем, если мы забыли наш размер. Он составляет 20 мм. Этот делаем экстружен. 10 мм, правильно, симметричный. Теперь точно так же мне нужно будет развернуть и сделать с другой стороны. То есть, вот эту. Теперь сделаем параллельно вот эту plane. Она будет находиться на расстоянии 8 мм. Нет, не на расстоянии 8. Она будет находиться на расстоянии 5 мм. Этот план, на нем чертим скетч. То есть, вот это наш последний план. На нем чертим скетч. И здесь чертим таким образом. Сначала сделаем, можно в принципе и сразу делать угол. Потом будет у нас арк. И опять угол. Я делаю скейп, чтобы прерваться. Селекционируем точечку. Приблизимся поближе, чтобы было видно. Чтобы привязаться, селекционируем эту точечку и эту точечку. И делаем коинсидант. С обратной стороны тоже самое. Точечка и точечка и коинсидант. Эту линию делаем с нее проекцию. Расставляем размеры. Размер пусть будет 25. Здесь радиус будет 15. Так. Ну и что ж. И не подвинулась. Почему? Потому что, как я вижу уже, с этой стороны нету тангента. Но это можно определить очень простым способом. Просто взять и потянуть. И к тому же, еще вот эта точка не привязана к центру. Значит, нам нужно взять вот эту плоскость и эту точку и сделать коинсидант. И вот эти две линии поставить между ними тангент. Делаем экструды. Делаем экструды. 5 мм. И теперь делаем опять симметрию. Селекционируем этот экструден последний. Симметрию относительно этого плана. Теперь сделаем такие бамбушки, как они называются. С этой стороны, где наша основная? Вот эта основная, да? Делаем здесь скетч. Чертим окружность. Можно, смотрите, окружность нарисовать даже рядом, чтобы там не лепиться и чтобы не было лишних констрейн. После этого берем, селекционируем эту новую окружность и предыдущую созданную окружность там, где мы собираемся ставить. И пишем, что это будет концентричное. Теперь ставим размер. 8. Возвращаемся. Делаем экструды. 3 мм хватит. Это экструден. Мы делаем его тоже симметрию относительно центрального плана. То же самое делаем и здесь. То есть на той стороне, на которой, которая не симметрична, а та сторона, которая была создана как экструден. То есть на этой стороне делаем опять скетч. Делаем эти две окружности концентричными. ставим размер. Ставим размер. 15 получился тот же самый. Сделаем 12 на 3 мм меньше, как и там. Делаем экструден. Делаем экструден. Тоже 3 мм. Окей. Теперь делаем симметрию этого. Симметрично. Опять неправильно, потому что аннулируем. Заселекционируем эту экструден. Делаем симметрию. После этого селекционируем план. У нас получилось только на экструден. Теперь нам нужно сделать отверстие. Делаем отверстие на этой плоскости. Выбираем скетч. Получилось точно по центру. Значит, все в порядке. На всякий случай можно сказать, что эта точечка с этой точечкой является концентричным. У нас появился констрейн. И размер у нас будет, мы скажем, здесь будет идти до последнего. Жаскодернир, но это up to last. И диаметр пусть будет 10 мм. Также на этой мы делаем тоже отверстие. Проверяем. Тоже опять-таки получилось концентричным. И сделаем его побольше диаметром 18 мм. Ну вот, в принципе, вот такую деталь я хотела вам показать, как сделать. Можно добавить филеты. Они снимают напряжение. Только размер филета не должен превышать толщину или высоту вот этой бобинки. Таким образом у нас получилась вот такая деталь. Ну вот, получилось, что он захватил этот филет. Видите, как филеты очень такие коварные. А теперь нужно только одну кромочку заселекционировать. Так, теперь мы прячем для красоты, мы прячем наши все планы. Можно сделать полностью запрятать наш Geometrical Set. А этот план получился... В другом месте сделаем центр граф, чтобы его найти. Теперь мы дадим какой-то материал. Селекционируем Part. И готово. Значит, вы находитесь на канале Один Танюша. Я объясняю, как черти деталей в коте. Просто деталь. И в данном уроке мы рассмотрели, как делать параллельную плоскость. И как на этой параллельной плоскости расположить новые скетчи. Большое спасибо за внимание. Приходите еще. Канал Один Танюша.